Приветствую вас, друзья! Вы на канале Есть Вопрос, меня зовут Александр. И, кстати, да, давно мы с вами не виделись, и захожу я с одной интересной темой, которая у всех на устах — нейросети. Решил я с вами поделиться нейросеткой, которая мне облегчает работу. А если вы педагог или студент, или просто обычный человек, вы все равно так или иначе сталкиваетесь с тем, что вам периодически необходимо получить выжимку из какого-то документа. Я вообще поклонник, конечно же, чата GPT. Кто шарит, тот знает, кто не знает, тот узнает. Поэтому вы, собственно, на нашем канале. Но у чата GPT с документами, именно PDF-файлами, есть определенные проблемы. А мне по работе постоянно приходится анализировать большие массивы информации. Например, предположим, вы педагог, который занимается робототехникой, и ему нужно быстро получить ответ, чем же один регламент отличается от другого. Или вы студент, который, опять же, хочет подготовиться к какому-то экзамену. У него есть, собственно, книга, по которой он это собирается сделать. Она в формате PDF. И вы, опять же, хотите получить либо суть, либо позадавать те вопросы, которые будут задавать вам. И получать такие краткие содержательные ответы, которые вы, собственно, могли бы заучить и выдать. Сценариев большое количество. Я, честно говоря, обрабатываю очень много ТЗ с помощью вот такой истории. Поэтому далее будем с вами разговаривать. А вы сами для себя поймете, где вы можете это использовать. Обязательно мне напишите в комментариях. Погнали! Па-бам, друзья! Представляю вашему вниманию нейросеть, которая называется чат PDF. Если мы говорим, что есть чат GPT, и мы понимаем, что мы в режиме реального времени общаемся с нейросетью, задавая ей вопросы на ту или иную тему, она с помощью своих алгоритмов собирает информацию, то тут история та же самая, только с PDF-файлами. То есть мы именно зону поиска нейросетки ограничиваем тем файлом, который в нее загрузили. Чат PDF, почему же он вам подойдет, так же подходит, как и мне? Да потому что я люблю халяву, а халява это два документа в день по 120 страниц. Согласитесь, обычно такого количества вполне достаточно. Если недостаточно, значит придется раскошелиться. Но в моей жизни я с одним документом могу работать примерно неделю. Если это техническое задание, я собственно на какой-то проект уезжаю, ну вот недельку-то я с ним позанимаюсь, потом что-то новое подгружу. А у меня вот какой запас по времени, ведь в неделю, 7 дней, 14 документов, каждый по 120 страниц, вполне себе классно. В чем тут суть? Суть в том, что когда мы загружаем в эту нейросеть документ, она подвергает его семантическому анализу и создает некое ядро, с помощью которого мы будем с вами задавать ей вопрос. Когда мы задаем вопрос, нам прилетает ответ и ссылочка на конкретные пункты, на которые, собственно, опирается нейросеть, давая вам ответ. Это очень круто, потому что, опять же, работая или создавая, допустим, дипломную работу, вы всегда указываете, из какого источника вы выдернули информацию. А здесь вам это все аккуратно подсвятили. Согласитесь, это большой плюс. Вот, но опять же, друзья, поскольку мы работаем с высокими технологиями, классно, что чатом PDF можно работать вместе с командой. Соответственно, скидываете ребятам ссылочку и вместе, внутри одного документа, задаете те или иные вопросы. Мне, опять же, это очень помогает, когда я на компе поработал, потом я иду к клиенту, скидываю ссылочку себе на телефон. И, опять же, если в процессе разговора с клиентом мне задают вопрос, на который я затрудняюсь ответить, я тут же пишу с телефона. Это можно сделать вопрос в чат PDF и получаю кратко содержательный ответ. Важно понимать, друзья, это нейросеть. Она может вам как бы не всегда стопроцентно правильный результат выдать, особенно то, что касается цифр. Ну, допустим, если вы скажете, покажи мне картинку такую-то, она скажет, что я картинку показать не могу, но могу привести пример, что там-то, там-то это вы можете найти, собственно. Или другой вариант будет, я, допустим, у вас есть некое количество, вы задаете вопрос, сколько стульев должно быть в той или иной аудитории, если это опять техническое задание на оснащение чего-либо. Он может вам сказать, что скинуть ответ, который будет содержаться, допустим, в первом абзаце. Тут важно, опять же, нужно привыкнуть к этой нейросети, позадавать вопросы так или иначе с маленьким документом, чтобы просто понять, как правильно создавать промты. Не зная, что такое промты, сейчас отвечу. Промт – это поисковый запрос для нейросети, причем для каждой нейросети промт создается определенным образом. Для чата с GPT по-своему. Там приоритет слов в определенной последовательности влияет на конечный результат. Для миджор не свой, потому что картинка рисуется следующим образом. Чем ближе слова к началу предложения, тем важнее нейросеть воспринимает для себя эту информацию. Соответственно, если мы рисуем, допустим, пейзаж с красными помидорами в количестве 7 штук, то вот именно присутствие красного будет более заметно, нежели количество этих помидор. Ну, короче, попробуйте понять, что я вам только что сказал. А вообще лучше пробовать и писать. Я – это к чему все? К тому, что любая система дает те или иные сбои. В данном случае это не сбой, это особенность. И каждой нейросети нужно просто привыкнуть. Когда вы создаете промты, просто задаете вопросы, для чата PDF я делаю это более содержательно. То есть я как бы заношу в запрос большее количество слов. Но зачем я вам буду просто так рассказывать такое большое количество времени, когда мы с вами сейчас залетаем и просто смотрим, как я это делаю, и вы потом будете использовать в своей жизни, а мне просто поставите лайк. Ведь это очень просто, а для вас я старался. Погнали, посмотрим на практике. Переходим к практической части. Для начала, разумеется, нам необходимо открыть, собственно, чат PDF. Вводите, без VPN заходите. Единственное ограничение, которое я проговаривал, они действуют. Соответственно, если вам что-то нужно больше, покупайте подписку платную, либо меняйте аккаунт. Короче, сами придумайте. На встречает с вами окно и интерфейс на английском языке. Как бы в конце здесь есть примеры, если вы затрудняетесь, как это может вам помочь, можете почитать. Понятно, что это на русском языке будет удобно. Вот Яндекс.Браузер прекрасно это все переводит. Можете почитать. Далее. Перемещаем сюда файл. Собственно, давайте. У нас скрипт такой, что мы работаем с вами с регламентами соревнований, которые, допустим, пришел некий человек, который нас пытается вписать в тему. В данном случае директор говорит, руководитель кружка робототехники, а давай ты поучаствуй в соревнованиях. Ты говоришь, давайте. Прежде всего мы видим интерфейс. Давайте быстро рассказываем. Левая часть экрана посвящена общему. У нас здесь новый чат. У нас здесь есть обновление до плюса. Соответственно, если мы нажимем, сразу видим, в чем снятие ограничений. То есть сейчас у нас с вами два документа в день, по 120 страниц. Здесь неограниченное количество PDF документов, неограниченное количество вопросов, 2000 страниц. Кстати, да, 20 вопросов в реальной версии. Дальше 50 PDF файлов, 32 мегабайта каждый файл. В год мы заплатим 97 долларов, ну, короче, 10 тысяч рублей. И ежемесячно мы будем платить по 1400 рублей. Ну, там, около этого 1200-1400. Понятно, что в год это резоннее, и в целом это не так уж дорого. Но каждый решает сам по себе, а я вам покажу, как пользоваться. Соответственно, все. Раз нас пытаются втянуть в какую-то тему, я думаю, неужели мне необходимо будет прочитать 12 страниц. То есть вот среднее окно у нас как раз и посвящено тому, что здесь обычный PDF-ридер. А по сути это мир нашего искусственного интеллекта, с которым он работает. Все, он больше ничего, кроме этого документа, не знает. В интернете он ничего нам не смотрит. Поэтому внутренние алгоритмы и документ, который мы ему подсомли. Все, что он умеет. Далее у нас есть окно с вопросами. Собственно, вот здесь я буду задавать вопросы. И далее я могу экспортировать этот чат, могу удалить всю информацию из этого чата. Опять же, это полезно, когда мы понимаем, что договорились до какой-то фигни. То есть неправильными фронтами сами себя завели в тупость какую-то. Или наоборот, мы хотим полностью историю чата скинуть, но какие-то вопросы корявые задали, хотим переделать все. Поэтому у нас есть такой документ, такая кнопка, как сброс настроек чата. Все, нажали. Все, что было, удалилось. Сообщений нет. Снова начинаем. Окей. С этими данными мы можем начать работать. А еще, последнее, что скажу, вы можете зарегистрироваться в программном обеспечении в этом, точнее на сайте, и вся история будет доступна. Соответственно, если мы с вами вот этой кнопочкой поделиться чатом нажали и поделились, все ваши коллеги могут подключаться и смотреть, собственно, что происходит в чате, и также пользоваться ресурсами этого чата, которыми вы уже готовы делиться результатами именно вот сами ваших общений. Я, как педагог, сейчас быстро хочу понять, могу ли я в целом участвовать, да? Поэтому я говорю, напиши требование для участия в соревнованиях, чтобы не читать кучу документов. Вы можете допускать ошибки в чате, он умный, он как бы сам разберется, но опять же, не надо 100% полагаться на него. Он может на один и тот же вопрос разные критерии ответов вам давать, но фишка главная, что вы всегда можете дочитать. Вот смотрите, допустим, состав команды для участия, количество участников команды должно быть 3. Все, у меня 2 человека, и я такой, блин, у меня 2 человека, где я 3 найду? Я уже не могу участвовать. И дальше я смотрю, самому старшему должно быть 12 лет. И я такой, а у меня 14-летняя. Извините, дорогой директор, мы участвовать не можем, потому что нам нужно больше готовиться, потому что сейчас у нас 14-летних, их двое, а тут нужно трое. Окей, или дальше уже идут требования к роботам, но через робота съехать мы не можем в целом, потому что мы робота строим под эти соревнования, через команду, если хотим съехать. Или наоборот, мы понимаем, что бла-бла-бла, прочитали, мы педагог, который хочет участвовать, и мы говорим следующее. Раз у меня два человека 14-летних, мне нужна команда. В целом, я знаю, что в нашем учебном заведении есть умные ребята, и я готов. Я тогда говорю, хорошо, где их найти? Напишем-ка мы пост в ВК. Напиши пост в соцсеть, который поможет собрать команду для участия в этих соревнованиях. Все. Я пишу с ошибками, чтобы вы видели, как он понимает. Смотрите, пост пишется с иконками, чтобы привлечь внимание. Прописывается количество команд, желающих именно, что это у нас на свободных началах. Мы можем конкретизировать. Единственное, что у нас, вот даже смотрите, когда, где и когда пройдут соревнования, то есть он логику поста понимает. Вы его этому не учили, что людям важно знать, когда пройдут, потому что они графики свои планируют. Он вам это дал. Собственно, это такая история, которая быстренько вам сэкономит времени. Все. Ищем команду для участия в соревнованиях, большое путешествие, младшую категорию. Дальше мы можем уточниться, то есть всех подготовим, не переживайте, знания обязательно или не обязательно. То есть здесь мы можем ему сказать, чтобы он немножко подкорректировал. Но в целом база вот она готова. Картинки не хватает. Давайте напишем нарисуй картинку для поста. Смотрим, как он отмажется. К сожалению, не могу создать изображение или графику. То, что у меня коряло отображается, это ограничено. Браузер у меня так срабатывает. У вас будет все ровненько. Вот. Дальше. Типа, картинку я рисовать не умею, но могу дать вам промпт. Вот этот промпт вы можете загрузить в любую нейросетку, которая рисует картинки, и она, эта нейросеть вам уже что-то нарисует. Все. И у вас будет гармоничный пост. Поэтому нейросети, друзья, нужно учить, вы от них никуда не сидите. Сделали мы эту историю с вами. Окей. Дальше. Я хочу быстренько получить основные критерии оценки. Напиши основные критерии оценки, которые помогут победить и необходимое техническое оснащение для участия в соревновании. Сидим, ждем. Что сформулирует? Соответственно, здесь у нас как мы будем побеждать? То, что надо правильно выполнить задание, робот должен быть автономным, время выполнения влияет на оценку и конфигурацию соблюдения правил. Это общие правила к роботу. Креативность, дизайн тоже оценят. Все. Погнали. Для директора материальное оснащение робот. ДДД, собственный робот, позволяющий, если робота нет, мы не участвуем. Соответственно, директор хочет, чтобы участвовали. Гоните робота, пожалуйста. Элементы управления, как инструменты для сборки должны быть. То есть, все для того, чтобы мы подготовились, у нас есть. Вы при этом задали один вопрос. Это классно. Это по большому счету ваш консультант со стороны организаторов соревнований, но при этом вы никого не грузите, просто задали вопрос. Опять же, таким образом вы лучше усваиваете материал и регламент. Он вам трактует по-разному. Но не забывайте, пожалуйста, друзья, что все это это выдержки. А нейросеть вопрос понимает по-своему. Соответственно, и выдает вопрос. Когда вы встречаете ссылки на документ, я рекомендую всегда пройтись. Вот, когда мы запрашивали у него, что необходимо, он нам сказал процедуры перед соревнованием, которые необходимо выполнить. Соответственно, он нам сдал ссылочку, мы на эту ссылочку переходим, прочитали и пытаемся понять логику, где, как отвечает наша нейросеть, для того, чтобы в будущем, когда мы уже прямо освоим этот инструмент и будем разгоняться, понимать, какие недочеты нейросетка имеет и на что стоит обращать внимание. То есть, где-то он какие-то слова пропускает, где-то он не считает нужным вам трактовать. То есть, это все равно будет встречаться. Нейросеть это не стопроцентный результат, это ваш помощник, так же, как любой человек, который своим языком вам объясняет из-за того, что языки у нас с вами, понятийный аппарат разный, мы можем неправильно понять, вот с нейросеткой ровно то же самое. Это просто ваш помощник, он вас не заменит. Поэтому на 50% мы ему доверяем, он время нам экономит, но в целом всегда ответственность остается на нас. Поэтому здесь прочитали все. Для первого знакомства с соревнованием нам это хватит, но с регламентом все равно придется знакомиться полностью, для того, чтобы не оказалось потому, что нейросеть виновата, что мы профокапились. В целом, вот, дальше что еще хочу сказать. Допустим, у нас было два регламента в этих соревнованиях, или у нас идут большие соревнования, в рамках которых будет несколько этапов, которые как бы подразумевают, что дети будут проходить последовательно. Соответственно, регламентов тоже будет больше, и мы здесь создаем новую папку, нажимаем создать новую папку, называем, как называют соревнования, в нее накидываем все регламенты. Дальше мы можем общаться внутри всех регламентов одновременно, то есть, материальную базу попросить собрать со всех документов. Тогда с этим списком пойдем, чтобы у нас директор это все закупил. Вот, по детям та же самая история, пишем несколько постов в рамках одного чата. Когда-то это удобно, тут уже сами для себя решайте, как это. Давайте покажу, как происходит, точнее, экспорт. То есть, вот ссылочка у нас эта, если я ссылочкой поделюсь, то мои коллеги увидят, смогут также позадавать вопросы, мы увидим их вопросы и поймем. А экспорт чата через кнопку экспорт происходит, текстовый формат, сохраняем, и давайте посмотрим, как она будет отображаться. Ну, собственно, вот все, что мы спрашивали, красиво оформлено, в 11 венте прямо иконочки все эти будут в блокноте. То есть, все удобно, скопировали через замену, заменили вот эти звездочки, и у нас посты и, собственно, все очень аккуратно сделано. И, собственно, друзья, вот таким образом у нас с вами и происходит работа с ChatPDF. Почему я не использую для этих целей ChatGPT? Все очень просто. Там, чтобы загрузить документы и работать с ним, нужно подключать дополнительный модуль. Это намного сложнее, нежели просто открыть страницу браузера и без регистрации, тут же уже начать с ним общаться. Тоже, точнее, точно так же я могу это делать с помощью своего смартфона. Это очень удобно. И, как бы, нет необходимости загружать VPN, чтобы загрузить ChatGPT, чтобы с бубном туда что-то пытаться загрузить. С текстом ChatGPT работает суперклассно. Но, опять же, там ограничение 120 страниц, вы туда не закинете. А здесь бесплатно закинете. Поэтому, каждый выбирает сам для себя, как ему лучше это делать. Я пользуюсь так, вам рассказываю. Если хотите, воспользуйтесь тем же самым. Все. Собственно, по сценариям использования я вам вкратце рассказал. Единственное, что, вот такие инструменты еще есть. Допустим, вот мы с вами по критериям оценки шли, да, и мы видим выполнение заданий или автономность прописано так. Я беру, выделяю слово автономность, правой кнопкой нажимаю и говорю, мне непонятно, что такое автономность в рамках нашей беседы. Объясни. Все. Чат курит и потом автономность в контексте соревнований про техники означает. И бла-бла-бла. Это очень удобно. Это вообще вот просто инструмент, который заслуживает обязательного внимания, потому что он настолько сделан дружелюбным, да, или суммирует обобщение. Вот где-то я тут задавал вопрос, типа, как победить? Ищем команду. Вот состав команды, давайте. Типа, давайте проверим, что такое суммиры. Он нам сейчас все знания, еще раз, состав команды соревнований по работе должен соответствовать следующим требованиям. Бам-бам-бам. Еще раз. Просто он сделал краткую выдержку, еще раз прочитал все, и как бы общую информацию привел. Если бы у нас были разные возрастные группы, он бы как раз-таки здесь, в этом посте, их и расшифровал. что касается всех команд, но в рамках одного поста. Здесь я могу сказать, то есть, мне пост понравился, все окей, но правой кнопкой нажимаю, ищем команду и перепиши. И он нам переписывает всю эту историю, другими словами, допустим, для того, чтобы, в данном случае, название он у нас переписал, если весь пост будет перепиши, вот так, дрэк, то перепишет весь пост. Вы знаете, что разные тексты в разных социальных сетях, когда написаны другими словами лучше, ранжируются. Соответственно, вот можете для каждой социальной сети по-другому и задавать, собственно, тексты ваших постов. Очень удобно? Удобно. В целом, все рассказал, возвращаемся в студию и будем подводить итог. Ну что, друзья, вот такое небольшое видео у нас получилось. Конечно, много водных слов, но опять же, для того, чтобы вы понимали, ведь уровень у нас с вами у всех разный. Нейросети в жизни нужно использовать, поверьте, никто вас не заменен в ближайшее время, свою жизнь мы точно с вами доживем. А дальше будьте, что будет и поминай, как звали. Поэтому на нашем канале будет точно появляться еще видео про нейросети, если вам это понравилось, обязательно киньте лайкосик. В шортах будет короткое содержательное видео. Друзья, мы делаем разные форматы для разной целевой аудитории. Поэтому я благодарю всех тех, кто поддерживает наш канал. От вас требуется немного лайк, комментарий и, собственно, хорошее настроение. Заходите чаще, смотрите больше, делитесь этими видосами. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok